В эфире программа «Будьте здоровы!» у микрофона Светлана Занько и сегодня в гостях у программы главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Дмитрий Курдюмов. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день, Светлана. Какое счастливое время, мы с вами встречаемся, снег выпал, гололед то есть, то его нет и, конечно, в первую очередь очень много звонков от наших слушателей и наших звонков соответствующие ведомства по поводу травмирования на дорогах и вообще по поводу статистики повышается или не повышается уровень травматизма наших граждан, можно так сказать, как это вообще называется правильно? Да, действительно, у нас ежегодно, внезапно приходит зима и повышается количество травм, связанных с гололедом. И никто не готов. Да, бытовые травмы, ДТП. Надо сказать, что существует так называемая структура травм. Если мы говорим о том, что приходит, наступает гололед, у нас увеличится количество травм, связанных с гололедом. Если это хорошие погодные условия, то мы сталкиваемся с травматизмом бытовым, на дачах, в садовых участках, в местах отдыха наших горожан и так далее. То есть, по общему количеству травм, наверное, нельзя сказать, что прямо вот в эти дни происходит резкий скачок обращаемости пациентов. Опять же, конечно, если не говорить про какие-то праздничные дни, безусловно, мы видим количество травм, связанных, опять же, по мнению пациентов с гололедом во время новогодних праздников, во время других длительных праздничных выходных. По травматизму все-таки связаны с гололедом. Раз пошел снег, и гололед на улицах. Мне бы хотелось некоторые цифры, если можно озвучить, или хотя бы в процентном соотношении. Есть какая-то раскладка, которую Вы собираете, которую Вы фиксируете? Да, безусловно, мы ведем такую статистику, причем мы мониторим не только общее количество пациентов, получивших травмы, мы еще и ведем мониторинг в разрезе мест получения травм. А зачем это? Ну вот, безусловно, это оцениваем не только мы, мы это оцениваем от администрации города Кирова. Да, и ежедневно, вот насколько мне известно, каждое утро эту информацию мы отправляем в администрацию города с статистикой о количестве поступивших и с каких улиц города поступили пациенты с травмами, связанными с гололедом. Я могу предположить, что эта информация позволяет оперативно реагировать и принимать меры по устранению гололеда вот на тех улицах, откуда поступают пациенты. Ну и, наверное, проводить какие-то мероприятия мониторинга. А есть у нас в городе какие-то зоны, откуда максимальное количество людей? Да, безусловно, Новый год, театральная площадь, оно, если серьезно, то каких-то улиц, которые звучат, скажем, постоянно нет. Безусловно, с тех улиц, где происходит массовое скопление людей, где находятся, скажем, выходные торговые центры, поступают несколько чаще пациенты, нежели с улиц так называемых жилых микрорайонов, спальных районов нашего города. Еще один такой прикладной вопрос, правда, тоже интересный, связанный с гололедом. Где, по статистике, может быть, вы знаете, получают люди больше травм? Вот на каких поверхностях? На асфальте или на плитке пресловутой? Потому что к плитке очень много претензий. Или нет никакой разницы, как на гололед? Я думаю, что это зависит от того, насколько поверхность это скользит. Вот, ну, если асфальт покрытый коркой, он скользит, а льда, он, естественно, достаточно скользкий, и часто травмы происходят и там. Ну, если сказать про общую, опять же, статистику, вы задавали вопрос, сколько пациентов ежегодно обращается, то по нашим данным, которые мы собираем со слов пациентов, опять же, подчеркиваю, это около 420 человек ежегодно. Причём эта цифра, она имеет, это некая константа, плюс с небольшим отклонением, и, естественно, что, с учётом того, что зима наступает в разное время, она может колебаться в течение месяца, когда-то больше, когда-то меньше, когда-то наступает сезон раньше, заканчивается позже. Но всё это укладывается вот где-то в эту цифру. Надо сказать, что две трети из этих пациентов проходят амбулаторное лечение, треть лечатся стационарно. Ну, скажем, что... Это тоже обычная ситуация? Да, это с верной тяжестью травм. То есть, вот в прошлом году, например, 120 пациентов получали лечение в стационаре, то есть, потребовалось оперативное вмешательство. Опять же, это характерные, опять же, типы травм, мы их называем сезонными. Это травмы голеностопного сустава, также при падении на скользкой поверхности, опять же, на асфальте, покрытом льдом. Пациенты пытаются опереться на верхнюю конечность, происходят травмы предплечья, лучше запястного сустава, плеча. Существует такая сезонность. Что касается этого года, мы с вами почувствовали, что зима наступила у нас внезапно в субботу, вот именно в этот период, мы идем в статистику, к нам обратилось где-то порядка 29 человек. Из них треть, 9 человек было госпитализировано, опять же, потребовалось какого-то рода хирургическое вмешательство, один подросток. Если говорить о том, кто чаще обращается, взрослые дети, конечно, чаще обращаются взрослые. Но тут это, видимо, связано с тем, что мы видим пик детской обращаемости к нам с разными рода травмами во время каникул, летних каникул. Наверное, здесь можно связать с тем, что все-таки дети уходят в школу, в общем-то, родители следят за тем, чтобы они... Человек травмируется на улице, вот зачастую у него с собой нет ни паспорта, ни полиса медицинского страхования. Как все это происходит? И вообще они сами вызывают скорую помощь или добираются своим ходом? Кто-то приходит к нам сам на прием, кто-то вызывает скорую помощь. Мы принимаем, безусловно, всех. И на первом приеме достаточно своих слов сказать фамилию, мяч, заполнить паспортную часть амбулаторной карты в регистраторе, и дальше попасть на прием. У нас круглосуточно работает три приема, экстренных приема травматологов. Ну а что касается дальнейшего оформления, когда пациент приходит на повторный прием, он уже может приносить с собой полис, и мы записываем все данные. Когда повышается все-таки травматизм, когда вот такие критические дни, внезапный гололед, масса народу, и если часть из этих людей, я так поняла, что одна треть требует госпитализации, как справляется центр травматологии? Хватает ли на всех коек, палат? Ушли ли мы от той старой схемы, когда люди устраивали и пристраивали, где только можно, там, в коридорах? Да, действительно, сейчас наша система позволяет достаточно оперативно оказывать сразу при поступлении пациента всю необходимую помощь. Мы внедрили стационарозамещающие технологии. Что это такое? И вот это, вот я вам сказал, что 9 пациентов потребовало госпитализации, но не все они были госпитализированы в стационар. У нас есть отделение амбулаторной хирургии, либо дневного стационара, куда они были госпитализированы, и они, скажем, в тот же день, либо на следующий день, они там будут прооперированы и уже приходить на перевязки, на инъекции, на другие манипуляции в рабочее время, а ночевать дома. То есть они с определенным типом травм, ну, скажем так, не требующих круглосуточного наблюдения, пациенты лечатся в этом отделении. И ежегодно, ежемесячно в этом отделении пролечивается, так скажем, 260 пациентов. Вот это проблема же может быть, ну, Дмитрий Александрович, это может быть проблема. Человек только что подскользнулся на гололёде, он получил травму, его выписывают, и он должен дальше приходить на перевязки. То есть повторные травмы могут случиться, то есть что значит определённые виды травм? Ну, это, скажем, травмы. И нет ли у вас надомной помощи? Вот что интересно ещё. Хорошо, я отвечу на все вопросы. Что касается, как к этому относятся пациенты, ну, если мы говорим только о травме верхней конечности, там и предплечья, когда пациент достаточно мобилен, ему накладывается иммобилизация, выполняется операция, он до вечера может находиться у нас. Дальше мы отпускаем его домой со всеми рекомендациями, выдаём лекарственные препараты, инструкции для применения, дальше утром он приходит к нам, снова на перевязки получает инъекцию. В общем-то, большинство пациентов хотят, чтобы именно в этом отделении оказывалась помощь при том видном травме, при типах травм, которые позволяют выполнять такой вид лечения. Что касается, вы спрашивали про очереди и про лежат ли пациенты в коридорах, вот как раз изменение этого подхода, скажем, мобилизация пациентов по тяжести состояния, открытие отделения амбулаторной хирургии как раз позволяет избегать этого. Ну, в общем-то, наверное, я считаю это правильно. А как давно у вас были уже очереди и пациенты в коридорах? Вы знаете, у меня есть правило, что каждое утро ночмед проходит по больнице и проходит по всем отделениям и строго следит за тем, чтобы этого не происходило. Я не буду называть сейчас никакую, скажем так, дату, потому что, возможно, я ошибусь, но могу точно уверить, что на постоянной основе этого нет. Что касается надомной помощи, есть такая услуга? Здесь, естественно, вопрос связан с, безусловно, есть пациенты, которые не могут передвигаться. У нас есть бригада, которая оказывает, бригада травматологов ортопедов, которые ежедневно выезжают на дом пациентов. Пациентам, естественно, здесь есть некие ограничения. Если они могут заменить повязку, могут проконсультировать, выполнить какие-то простейшие манипуляции, то если речь идет о том, что нужно выполнять дополнительные виды диагностики, то, естественно, нужно пациента приводить к нам. Но вы как раз, эта бригада, тоже в состоянии это сделать. А есть ли платные услуги? Вот человек, который говорит, окей, у меня серьезная травма, мне рекомендовано приходить, но я вот не хочу. Приходите вы ко мне. Я готов заплатить. Мы объясним этому пациенту, что мы, конечно, придем. Причем мы можем сделать это бесплатно. Может приехать бригада. Есть такие пациенты, которые вот вы обязаны, мы не хотим приходить. Мы объясним, что да, но в то же время мы не сможем прикатить аппарат УЗИ стационарный, экспертного класса. Мы не сможем привезти цифровой стационарный рентгеновский аппарат. Мы не сможем привезти аппарат для разработки суставов и так далее. То есть это будет все равно помощь другого уровня, другого качества. Если хотите. Поэтому я думаю, что большинство пациентов это понимают. Платных услуг таких нет. Нет. Если мы сталкиваемся, когда пациент принципиально не хочет приходить, да, мы идем навстречу, и бригада приезжает. Но подчеркиваю, я думаю, что, опять же, для пациента это не лучший вариант. В прошлой программе, когда мы с вами беседовали здесь, как раз о том, что наша травматологическая больница превратилась, преобразовалась в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, вы говорили, что одной из основных задач сейчас у вас является позиционирование себя как центра межрегионального, и что повышается количество людей, которые приезжают к вам из соседних регионов. Это было больше месяца назад, насколько мне память не изменяет. Как ситуация меняется сейчас? То есть ваши действия по привлечению таких пациентов, они каких результатов достигли? Мы в этом направлении развиваемся, безусловно. Я говорил о том, что мы для этих пациентов, для наших пациентов, для вакировских открываем отделение послеоперационное. Открылось? Да, мы его открыли. Мы сейчас заканчиваем фактически лицензирование этого отделения, мы ждем получения документов. Причем мы пошли немножко дальше. Это отделение будет расположено на всем этаже. А изначально планировалось? Мы изначально планировали открыть порядка до 20 коек. А что вас сподвигнуло на то, чтобы увеличить количество? Мы видим, что это будет востребовано. Все уже ждут открытия этого отделения, запуска этого отделения. Причем те пациенты, которым мы показывали, как оно выглядит из других регионов. Причем мы приводили пациентов, и я просил о том, что мне очень важно знать и понимать, что здесь не хватает. Кто-то говорил, что вот здесь шкаф стоит не на месте, кто-то говорил, что в туалет сейчас здесь ходить неудобно. Мы меняли. Поэтому отделение, я думаю, что через неделю оно уже заработает в полном объеме. А в полном объеме это сколько коек? Это будет 25 коек. Это будет полноценное отделение, оснащенное. Будут созданы условия в палатах. Это и ЖК-телевизоры, это в каждой палате холодильник, в каждой палате микроволновая печь, раздевалка, комфортные туалеты. Естественно, отремонтированное, с душевыми. Все это будет. Кроме того, сейчас в этом отделении идут, как-то правильно сказать, художественные работы. И что это значит? Ну, мы пошли по направлению какой-то тематической росписи нашего центра. Где-то мы расписываем, скажем, вот здесь центральный вход. Вот у нас там красуется осоль. Все-таки осоль, а не дымка. Да, я думаю, что и дымка появится где-то. То есть мы стараемся где-то тема пейзажа Кировской области, где-то, скажем, позитивные пейзажи, которые бы, в общем-то, поднимали настроение пациентам. Ну, то есть это не просто развлечение руководства? Безусловно, да. Все-таки это имеет свой смысл, чтобы пациенты чувствовали, что, в общем-то, жизнь продолжается и существует позитив, если так сказать простыми словами. Что касается привлечения пациентов из других регионов, это очень важный вопрос. Хорошо, что вы его затронули. На сегодняшний день мы пролечили, наверное, уже порядка около 1300 пациентов по ВМП. Что касается иногородних пациентов, ежемесячно к нам их приезжает от 180 до 200 пациентов. Большая часть это пациенты, тренуждающие высоко наличной помощи в рамках базы программы госгарантий. На сегодняшний день половина пациентов из нашего региона, половина пациентов иногородних. То есть уже количество оказанной ВМП помощи, половина пациентов 50 на 50 фактически. Было какое соотношение? Ну, если брать год назад, 100% это был Киров. Это был Киров. Да, в конце года, в прошлом, мы вышли, по-моему, на цифру, я сейчас боюсь ошибиться, чуть более 100 иногородних и где-то около 600 пациентов в городе Кирова. Надо сказать, что, безусловно, у нас есть... Мы лечим, оказываем помощь пациентам, мы их оформляем в соответствии с теми нормативно-правными актами, которые существуют в Министерстве здравоохранения. Они прикрепляются к нашим лечебным учреждениям, потом направляются к нам. Ну, естественно, мы встречаемся, как нам объясняют, в связи с недостатком финансирования территорий, где прописаны пациенты, ну, с неким противостоянием территориальных фондов по оплате уже оказанной медицинской помощи. Ну, мы и целое дело у меня занимаются формализмами, переписками, обоснованием, что пациент нуждался в этой помощи, что помощь оказана... Да, это большая проблема, которая сейчас возникает. Можно озвучить, что выделяется здесь, в кавычках, приятно Костромская область, хотя мы не отказываем пациентам из Костромской области, все говорят спасибо, они нам звонят и говорят, нас не пускают. Доктора говорят, если мы к вам, пациента, к вам направим, вот как раньше, то есть направление напишем, у нас будут проблемы. Ну, я думаю, что это временно, безусловно, я думаю, надо двигаться в этом направлении, смотреть... Но человек имеет право требовать, да? И он может приехать. Да, пациент. Что будет, если человек приедет без направления врача? Здесь есть возможность этого пациента. Во-первых, пациент в соответствии с федеральным законом об основах храны здоровья граждан имеет право на выбор врача для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, запятая, в том числе с учетом права выбора пациента, то есть не по месту жительства, одними словами. Дальше он может быть направлен врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь для оказания высокотехнологичной помощи. Это один механизм, который не понимает все субъекты. Другой механизм, который все устраивают и считают единственное правильное направление, это пациент. Любой, любого субъекта может приехать к нам и, написав заявление в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, к ней прикрепиться на время нахождения у нас здесь. В поликлинику прийти, к ней прикрепиться. Да, на время нахождения в этом субъекте. Причем, в отличие от жителей нашего субъекта, которые могут сделать это один раз в течение года, за исключением... Кировской области. Да, если ты находишься в другом субъекте, то можно бы делать больше, чем один раз. Так написано в 303-м федеральном законе. В соответствии с приказом 13-42, дальше комиссия, то медицинская организация, куда пациент прикрепляется, выносит показания о необходимости выполнения высокотехнологичной помощи и направляет в медицинскую организацию, которая ее оказывает. Мы и по этому пути тоже идем. Естественно, с учетом того, что в этом приказе написано, что документ предоставляет пациент лично, либо это делает его представитель, не написано законно, мы помогаем пациентам, они доверяют кому-то из наших сотрудников, либо родственникам, отвозят в одну из поликлиник нашего города. Дальше там возник на основании очного консилиума пациент осматривается и выносится показание консилиума о необходимости ВМПД, и вываляется этот механизм. Ну, понятно, что мы ждали, что это произойдет. Что люди будут больше пользоваться такой схемой. Нет, что нам будет, что возникнет, скажем, затруднение, скажем так, оплаты других территорий, ну, назовем так, может быть, это дополнительная какая-то недобросовестная конкуренция. Я как раз хотела про конкуренцию поговорить, но вы не заканчиваете. Едьте к нам, не едьте туда. Вы ожидали, что это будет? Да, это вполне прогнозируемо, причем мы этого ждали, мы к этому готовы. Я вам хочу сказать, что, безусловно, мы не будем отказывать. Мы будем правильно оформлять всю необходимую документацию, помогать пациентам. В общем-то, и надеяться, что нормативная правая база, которую мы увидим, в частности, программу госгарантий базовую на 16-й год, плановый период, там будет, я не знаю, там и все бюджет будет однолетний, программу госгарантий на 16-й год, что, в общем-то, она, как минимум, не станет более целенаправленно в сторону только учреждений здравоохранения федерального уровня в части ВМП. Будет еще этот процесс по переносу видов, по повышению доступности, скажем, с их помощи продолжится. Это очень интересная тема. Я надеюсь, теме конкуренции, в том числе и с клиниками федерального уровня, мы с вами обсудим, приближайшие наши встречи. А сейчас время программы подошло к концу. Я благодарю главного врача Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Дмитрия Александровича Курдюмова. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Это была программа «Будьте здоровы». Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. Будьте здоровы!